Не каждый день у музыкантов появляется возможность послушать лекцию композитора мирового уровня. Не больше Живкович приехал видное для участия в международном конкурсе-фестивале парад ударных инструментов. Мастер-классы – неотъемлемая порция многодневного марафона. После выступления конкурсантов в номинациях наступает, что называется, разбор полетов. Большой энтузиазм у студентов и учеников. Уровень хороший. Стаю лучшим. Стаю лучшим, чем каждый год. Я уже знаю Россию 10-15 годов. Фестиваль парад ударных инструментов уже не тот, что был в начале. Увеличилось количество номинаций, теперь их 11. Растет число участников. В этом году на конкурс приехали музыканты из 16 стран. Но есть и то, что неизменно. Место проведения мероприятия – детская школа искусств города Видное. Участники стали более ответственно относиться к участию. То есть они уже понимают, что это не какой-то региональный, зональный, областной конкурс. Это действительно международный конкурс, где очень большая конкуренция, большие требования. И сами члены жюри, которые мы подбираем, это мировые звезды. И у них требования, естественно, даже к самым маленьким участникам, даже к очень такие серьезные. Ксилофон, вибрафон, маримба, литавры, большой и малый барабаны – это традиционные ударные музыкальные инструменты. Номинации, где они представлены, собирают наибольшее количество участников. Однако в последние годы у молодежи стала популярна ударная установка. Появляется все больше барабанщиков, и уровень их профессионализма растет. Как таковая ударная установка, вот такой набор, он тоже как будто бы мультиперкуссионный, но он в мире называется драм-сет. Это совершенно отдельная история. Я бы даже сказал, что это космос. Очень сложное искусство, но существует очень много уже методического материала, школ, очень много наработок. Послушать музыкальные номера конкурсантов и принять участие в мастер-классах могут все желающие. Фестиваль продлится до 3 ноября. Галоконцерт с награждением состоится в 16.00. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.